ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ Привет! Меня зовут Алиса. Очень приятно с тобой встретиться. Перед тем, как я представлю тебя остальным, тебе нужно будет создать бирку со своим именем, чтобы остальные знали, кто ты такой. Как тебя зовут? Веди свое имя, щелкая на буквах на экране. Если ты щелкнешь не на той букве, не волнуйся, просто щелкни здесь. Это сотрет букву, которую ты только что выбрал. Когда ты закончишь, щелкни на зеленой галочке. Если ты запутался, просто щелкни на мне. А теперь щелкни на картинке, чтобы поместить ее на бирку с твоим именем. Хороший выбор! Вот как будет выглядеть бирка с твоим именем. Щелкни здесь, если ты хочешь выбрать другую картинку. Щелкни здесь, если ты доволен своей биркой с именем. Вот и все. В следующий раз, когда ты посетишь страну знаний, щелкни на бирке со своим именем, и ты сможешь сразу начать играть. Я должна поторопиться, у меня большой забег. Увидимся позже. Привет! Сегодня спортивный праздник, и мы готовимся к соревнованиям. Я пытаюсь забросить эти мячики в ведро. Я участвую в гонке с яйцом и ложкой. Привет, ребята! Я такая быстрая на моем скейтборде, я обязательно выиграю сегодня все забеги. Полина, ты не можешь пользоваться скейтбордом во время забега. Ты должна бежать. Ха! Так будет намного легче. Вы видели Алису? Она тоже собирается участвовать в забеге. Я промчалась мимо нее на скейтборде. Привет всем! У тебя все в порядке, Алиса? Мне просто нужно отдышаться. Мне нужно еще больше бегать, чтобы набрать хорошую форму и выиграть состязание по бегу. Если ты будешь продолжать бегать, то слишком устанешь, чтобы потом соревноваться. Нет, я совершенно уверена, что все будет в порядке. Почему бы и тебе тоже не поупражняться и не пощелкать в разных местах спортплощадки? Ты найдешь множество сюрпризов. Один попал. Эта бита пригодится для будущих игр. Ой, он отскочил наружу. Эта бита пригодится для будущих игр. Эта бита пригодится для будущих игр. Эта бита пригодится для будущих игр. Ты победил! Великолепно! Пошли погоняем мяч. Привет! Я большая поклонница футбола и мне так нравится забивать голы. Но сначала мне нужно знать, насколько большую игру ты хочешь затеять. Если ты хочешь начать игру с трех мячей, щелкни на синей кнопке. Но если ты хочешь быть лучшим игроком команды и выбирать из шести мячей, щелкни на оранжевой кнопке. Ты видишь эти футбольные мячи, выложенные здесь в линию? На каждом из них есть строчная буква. У каждой строчной буквы в алфавите есть заглавная буква. Ты используешь их в начале некоторых слов, вроде имен людей и названий разных мест, городов, рек и гор. Мое имя Полина. Начинается с заглавной буквы. Твое имя тоже. В моей футбольной игре ты должен подобрать к заглавной букве, которая появляется в воротах, соответствующую строчную букву на мяче. Вот и заглавная буква. Ты знаешь, какая это буква? Это буква Д. Д звучит как Д. Ты, щелкни на мяче со строчной буквой, которая соответствует этой. Когда ты выберешь мяч с правильной буквой... Забила! Я забью гол! Ура! Когда ты подберешь соответствие для двух наборов по шесть букв, и я забью двенадцать голов, я дам тебе фрагмент картинки загадки. Хорошо. Теперь ты уже достаточно потренировался. Давай играть. Вот еще одна заглавная буква. Щелкни на мяче со строчной буквой, соответствующей этой заглавной. Гоооол! Какой гол? Ты выбрал правильную строчную букву. Это заглавная буква В. А это строчная буква В. Гооол! Вот еще одна буква В. Гооол! Великолепный гол! Ты выбрал мяч с правильной буквой. Это заглавная буквой. Это заглавная буква Б. А это строчная буква Б. Помню, когда мы в последний раз играли в футбол с Борей, мяч лопнул на его роге. Вот еще одна буква В. Вот еще одна буква в воротах. Ура! И она забивает Гоу после отличной подачи от тебя. Это заглавная буква А. А это строчная буква А. Вот еще одна буква в воротах. Забила! Посмотри на поле! Еще один гол великолепной Полины и ее команды. Это заглавная буква Г. А это строчная буква Г. Еще одна буква для поиска соответствия. И она забивает Гоу после отличной подачи от тебя. Это заглавная буква Е. А это строчная буква Е. Давай сыграем еще один матч. Когда ты закончишь этот матч, я дам тебе фрагмент картинки-загадки. Хорошо! Вот твои футбольные мячи со строчными буквами. Вот еще одна буква в воротах. Ура! Посмотри на поле! Еще один гол великолепной Полины и ее команды. Это заглавная буква Д. А это строчная буква Д. Вот еще одна заглавная буква. Щелкни на мяче со строчной буквой, соответствующей этой заглавной. Гоу! Какой гол? Ты выбрал правильную строчную букву. Это заглавная буква Б. А это строчная буква Б. Вот еще одна буква. Ура! Великолепный гол! Ты выбрал мяч с правильной буквой. Это заглавная буква А. А это строчная буква А. Я собираюсь создать свою собственную футбольную команду. Сборная страны знаний. Я буду капитаном, и ты тоже будешь играть на моей стороне. Вот еще одна буква в воротах. Гоу! Какой гол? Ты выбрал правильную строчную букву. Это заглавная буква В. А это строчная буква В. Вот еще одна буква. Забила! И она забивает гол после отличной подачи от тебя. Это заглавная буква Г. А это строчная буква Г. Еще одна буква для поиска соответствия. Гоу! Гоу! Великолепный гол! Ты выбрал мяч с правильной буквой. Это заглавная буква Е. А это строчная буква Е. 12 букв и 12 великолепных голов. Как хорошо, что ты в моей футбольной команде. За то, что ты так хорошо разбираешься в строчных и заглавных буквах. Вот тебе фрагмент картинки-загадки. Если хочешь сыграть еще одну игру с забиванием букв, щелкни на мне. Или щелкни на кнопки с домиком, чтобы присоединиться к остальным. Внимание! Это спортивный праздник. И я тренируюсь перед гонкой с яйцом и ложкой. Я думаю, у меня уже получается. Ой! Ой, Митя, дорогой! Ты все время роняешь яйцо, хотя еще даже не начал бежать. Как же ты сможешь выиграть забег? Я думаю, мне нужно яйцо приклеить к ложке, чтобы легче было бежать. Ой, смотрите! А вот и Алиса бежит. Еще раз привет! Кто-нибудь засек мое время? Бежала ли я сейчас хоть чуточку быстрее? Не понимаю, как ты можешь так много бегать, Алиса? Я приберегаю всю свою энергию для будущего большого забега. Ты бежишь в одном забеге со мной, Полина? Да, но мне сказали, что я не могу пользоваться своим скейтбордом. Это правда? Будет несправедливо, если из всех участников забега ты одна будешь на скейтборде. Ты тоже можешь присоединиться к нашим спортивным забавам. Просто пощелкай вокруг и посмотри, что случится. Один попал. Я буду самым лучшим в этой игре. У меня есть для тебя игра, посвященная животным-рекордсменам. Некоторые животные очень быстрые, некоторые очень медлительные. Ты сможешь встретиться с самым высоким, самым тяжелым и самым шумным. Щелкни на мне, чтобы играть в рекордсменов. Давай узнаем о суперзвездах среди животных. Привет! В моей игре я хочу показать тебе самых удивительных в мире животных-рекордсменов. Ты встретишься с самым быстрым, самым высоким, самым тяжелым и самым громким животным. Но тут есть одна маленькая хитрость. Ты должен решить, кто есть кто. Вот как это будет происходить. Я покажу тебе трех животных и попрошу тебя выбрать среди них одного рекордсмена. Если ты выберешь правильно, я расскажу тебе много удивительного об этом животном. Когда ты правильно определишь шесть животных-рекордсменов, я дам тебе фрагмент картинки-загадки. Вот три животных. Так, какой из этих насекомых вырастает самым длинным? Это муравей, палочник или божья коровка? Да, это оно. Оно завоевывает медаль. Самые длинные насекомые тяжело увидеть. Это палочник. Он прячется в кустах, прикидываясь сучком. Самый длинный палочник может вырасти размером с клавиатуру твоего компьютера. Поприветствуй еще троих удивительных животных. Какое из этих сухопутных животных самое быстрое? Лошадь? Гепард? Или курица? Правильно, вот его медаль. Гепард – самое быстрое сухопутное животное. Он может бежать быстрее велосипеда и даже скаковой лошади. Вот три животных. Какое из этих животных дольше всего спит каждый день? Ты думаешь, это хомяк, коала или муравей? Хороший выбор. Это медалист. Приятных снов, коала. Коала ежедневно спят больше всех остальных животных. Они бодрствуют всего два часа в сутки. Этого достаточно лишь для того, чтобы пообедать и посмотреть твою любимую телепередачу. Я надеюсь, когда-нибудь тоже стать рекордсменом. Как величайший в мире знаток природы. Вот еще три животных. Какая из этих птиц быстрее всех летает? Страус, калибри или сокол? Это не то. Одно из этих еще быстрее. Это оно. Дай ему медаль. Ух, этот сокол. Самая быстрая птица в небесах. Он может пикировать со скоростью больше, чем у поезда. Поприветствуй еще троих удивительных животных. Одно из этих животных самое высокое в мире. Но какое? Жираф, слон или лошадь? Щелкни на нем. Это оно. Дай ему медаль. Жираф самое высокое в мире животное. Он может вырасти таким высоким, что между копытами и рожками на его голове смогут поместиться три взрослых человека. Мне всего пять лет. Интересно, насколько высоким я буду, когда вырасту? Митя говорит, что я самый бористый Боря из всех, каких он знает. Вот еще три животных. Какая из этих птиц несет самые большие яйца? Это страус, курица или сокол? Хороший выбор. Это медалист. Самые большие в мире яйца несет самая большая птица. Страус. Страусиное яйцо почти такое же по величине, как твоя голова. Но не так хорошо выглядит. Ты выбрал шесть суперрекордсменов. За то, что ты такой знаток рекордсменов природы, вот тебе фрагмент картинки-загадки. Щелкни на мне, если ты хочешь встретиться еще с некоторыми замечательными животными. Или щелкни на кнопки с домиком, чтобы присоединиться к остальным. И еще раз здравствуйте. Уже почти пришло время большого забега. Я буду бежать на перегонки с Полиной. Боря, как ты думаешь, кто победит, Полина или Алиса? Я думаю, выиграет Алиса. Потому что она тренировалась весь день. Спасибо, Боря. Я думаю, Алиса слишком много бегала и выиграет Полина. Спасибо, Митя. Я тоже думаю, что выиграю. А как ты думаешь, кто выиграет забег? Скоро мы все все узнаем. А пока пощелкай на спортплощадке. Здесь есть чем поиграть. Один попал. Эта бита пригодится для будущих игр. Ой, он отскочил наружу. Ты победил. Ты получил приз за второе место. Ты получил приз за третье место. На спортивном празднике можно заняться множеством видов спорта. Я буду участвовать в забеге и в футбольных соревнованиях. Щелкни на мне, если хочешь пойти со мной и помочь мне забить несколько голов. Это хорошая идея тренироваться и следить за своим телом. Оно у тебя единственное. Другого нет. Я слежу за своим телом. Я даю ему много вкусной еды. У меня есть прекрасная игра о разных частях тела. Щелкни на мне, если хочешь сыграть в строении тела. Пошли. Узнаем о частях тела. Прекрасно. Я надеюсь, ты знаешь, чем отличаются уши от носа, а пальцы рук от пальцев ног. Тебе хорошо бы знать, если хочешь играть в мою игру. Я буду просить тебя щелкнуть на какое-нибудь из частей тела девочки или мальчика. Например, на голове девочки. И если ты щелкнешь на правильные части тела, возникнет бирка с написанным на ней словом. Ха-ха-ха, это легче легкого. Если ты обозначишь бирками 10 частей тела, я дам тебе фрагмент картинки-загадки. Перед тем, как начать игру, я хочу знать, насколько сообразительным ты себя чувствуешь. Если ты чувствуешь себя большим знатоком тела, щелкни на синей кнопке. А если ты чувствуешь себя непобедимым рекордсменом, щелкни на оранжевой кнопке. Хорошо, давай играть. Ты можешь найти лодыжку мальчика. Попробуй еще. Лодыжка находится там, где твоя нога соединяется со ступней. Щелкни на лодыжке мальчика. Молодец! Давай отыщем на твоем лице две щеки. По каждую сторону от носа. Щелкни на дно еще к девочке. Попробуй еще. На твоем лице две щеки. По каждую сторону от носа. Щелкни на дно еще к девочке. Правильно! Давай отыщем спину девочки. Это правильно! Ты знаешь, как найти брови мальчика. Правильно! Ты можешь найти запястье девочки. Молодец! Ни рук, ни ног, а ходит и бьет. Что это? Часы! Ты знаешь, как найти колено мальчика. Это правильно! Ты можешь помочь мне отыскать глаза девочки. Молодец! Давай отыщем большой палец руки мальчика. Правильно! Ты знаешь, как найти локоть мальчика. Это правильно! Ты можешь помочь мне отыскать подбородок девочки. Правильно! Молодец! Ты знаешь о частях тела все. Ты просто великий знаток тела. Я думаю, ты заслужил фрагмент картинки-загадки за то, что ты такой сообразительный. Тебя приветствует картинка-загадка. Сложи кусочки и найди отгадку. Смотри, это новая картинка-загадка, которую нужно собрать. На этой картинке-загадке изображено место далеко в джунглях, где живет множество удивительных диких животных. Смотри, у тебя есть фрагмент картинки-загадки, который можно поместить на место. Попробуй определить, где он должен быть, а затем перемести его на место. Все правильно! Хорошая работа! Вот еще один фрагмент, который нужно поместить на место. Где он должен быть? Попробуй определить, где он должен быть. Правильно! Молодец! Вот еще один фрагмент, который нужно поместить на место. Где он должен быть? Идеально подходит! Хорошо! Посмотрим, сможешь ли ты найти еще один фрагмент картинки-загадки. Осталось найти всего один фрагмент картинки-загадки. Скорей! Иди на спортплощадку и щелкни на Мите. Прекрасно! Давай посмотрим гонки ракет. Привет, малыш! Эта игра в гонки великолепна! Она посвящена двум моим самым любимым вещам. Числам и космосу. Единственное, что может сделать эту игру еще круче, это если бы Луна была сделана из сыра. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Перед тем, как мы стартуем, мне нужно знать, насколько сообразительным ты себя чувствуешь. Если ты думаешь, что можешь судить космические супергонки, щелкни на синей кнопке. А если ты думаешь, что ты суперзавезда судейства космических гонок, щелкни на оранжевой кнопке. Сегодня в космосе гонки ракет. Все ракеты на стартовой планете ожидают старта. Когда первая ракета приземлится на финишной планете, я дам тебе несколько значков со звездочками. Я хочу, чтобы ты вручил их ракетам, которые прилетели первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот так. Тебе нужно вручить это ракете на первом месте. Тебе нужно вручить это ракете на втором месте. Тебе нужно вручить это ракете на третьем месте. Тебе нужно вручить это ракете на четвёртом месте. Тебе нужно вручить это ракете на пятом месте. Тебе нужно вручить это ракете на шестом месте. Если ты правильно распределишь места в четырёх гонках, я дам тебе фрагмент картинки-загадки. Время начинать гонку. Хорошо. Пять, четыре, три, два, один, старт! Ура! Розовая ракета победила! Ты можешь вручить этот значок со звездой ракете, которая пришла первой? Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей третье место. Правильно, малыш! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей четвёртое место. Молодец! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей пятое место. Правильно, малыш! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей шестое место. Молодец! Готовы к старту? Хорошо! Пять, четыре, три, два, один, старт! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракеты, которая пришла первой. Смотри, жёлтая ракета победила! Правильно! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей второе место. Молодец! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей третье место. Правильно, малыш! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей четвертое место. Правильно, малыш! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей пятое место. Правильно, малыш! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей шестое место. Правильно! Готовы к старту? Хорошо! Пять, четыре, три, два, один, старт! Смотри! Красная ракета победила! Ты можешь вручить этот значок со звездой ракете, которая пришла первой? Правильно, малыш! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей второе место! Правильно! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей третье место! Правильно, малыш! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей четвертое место! Молодец! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей пятое место! Верно! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракете, занявшей шестое место! Звездой пюре! Верно! Ракеты к гонке готовы! Хорошо! Пять, четыре, три, два, один, старт! Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, зеленая ракета победила! Ты можешь вручить этот значок со звездой ракеты, которая пришла первой? Правильно, малыш! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракеты, занявшей второе место! Молодец! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракеты, занявшей третье место! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракеты, занявшей четвертое место! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракеты, занявшей пятое место! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракеты, занявшей пятое место! Тебе нужно вручить этот значок со звездой ракеты, занявшей пятое место! Молодец! Ура, ты сделал это! Тебе все ракеты имеют свои значки со звездой! Я добыл фрагмент картинки-загадки из-за пределов этого мира. Специально для тебя. Привет еще раз. Смотри, у тебя есть фрагмент картинки-загадки, который можно поместить на место. Попробуй определить, где он должен быть, а затем перемести его на место. Все правильно. Хорошая работа. Поздравляю! Эта часть картинки-загадки закончена. Пришло время ее исследовать. Попробуй пощелкать на картинке и посмотри, что произойдет. И не забывай, что в следующем выпуске Страны знаний нужно будет найти еще четыре фрагмента. Один попал. Я буду самым лучшим в этой игре. У меня есть для тебя игра, посвященная животным-рекордсменам. Некоторые животные очень быстрые, некоторые очень медлительные. Ты сможешь встретиться с самым высоким, самым тяжелым и самым шумным. Щелкни на мне, чтобы играть в рекордсменов. Ты точно хочешь выйти из Страны знаний? Щелкни зеленую кнопку, чтобы закончить игру. Щелкни красную кнопку, чтобы продолжить игру. До свидания!